Ура-то мы не увидели на вернисаже, а он оказывается здесь стоит, здоровается с вами, там вон что-то у него покупают, у него смотрите здесь сигары, самокрутки, ну-ка понюхаю, ой, пахнет как лавандой пахнет, горная лаванда, ну я же говорю каждому слову песню нужно, рижский черный бальзам, рижане, приветствую вас, здесь монеты, здесь у него ложки, вилки, посмотрите сколько у него значков, боже, боже, а он наверное еще и продал сколько-то их, ой, ну это же надо было везти вот это вот, корыться такое огромное. У Артура мне понравились вилки, посмотрите какие интересные, понравились наконечники вот эти, да, вот эти резные штуки, и здесь стоит цифра 20, он говорит, что это 20 процентов. Да, покрытие микрон, 20 процентов микрон, всегда серебра, здесь где цифрка стоит 20, 90, 70, это всегда серебряное покрытие, ладно, Ваня, дарю тебе их, сегодня я подарок делаю. Сегодня ты добрый, да? Да, сегодня дарю тебя, так что закрываю, все, все. Ну хорошо, значит я тебя должен еще раз показать и прорекламировать, и может быть еще даже и невесту тебе надо найти, будем искать? Едер не идут. А мы богатую ищем, значит? А, ну давайте. А мы богатую, и чтоб она еще вкладывалась в бизнес твой. Все? Девочки, пишите, я лично вас сведу, номер у меня есть. Музей, это Зубовский бульвар 2, парк культуры, музей Москвы. Я с выступления, Лариса, меня завезли прямо сюда, чтобы я немного вам подснял, с вами поехали по делам, и меня потом заберут. Так что я сегодня выступил в новом костюме, который привез из Казахстана, и еще засниму вам антикварный рынок. Все, я зашел, уже внутри. Сегодня наверняка увидим наших добрых продавцов, которые уже нам знакомы, и не раз я вам снимал. Ну и, наверное, новинки какие-то. Музыка вроде бы сегодня не кричит, поэтому будет удобно и ловко снимать. Сейчас должен где-нибудь приткнуть свое пальтоцо, ну и найти что-то интересное для вас. Помню, что я только что с выступления пел сегодня «Волшебника» в новом костюме, и поздравлял Инну Шибаеву. Это человек, который держит свою детскую, детские коллективы уже 30 лет. Да, 30 лет у нее меняются дети, коллективы поют, хор, танцуют, у них много костюмов. Ну и они поддерживают Ларису Гардеру, мою подругу, всегда. Поэтому мы пошли их поздравить и сделали им подарки в качестве выступления. Посмотрите, какая роскошь, вы все знаете, что я такое люблю. Это еще и керамика. Это керамика, да, вставлена в картину. Легкая. Приветствую всем. Как видите, у меня сегодня был повод одеть мой новый костюм, который я привелся сказать вам. Поэтому алматинцам особый привет. И, конечно же, я сегодня пою многим полюбившуюся песню в моем исполнении «Волшебника». И буду заколдовывать весь зрительский зал. Всем привет и заблагодарим. Меня заберут раньше. Так, пока что и лежат у Марины эти два подсвечника. Говорит, сегодня приходила королева, смотрела, говорит, что они тяжелые. Они абсолютно не тяжелые. Зря она не забрала. Я бы забрал, но сейчас не могу. Да, песню делаю новую. Деньги все туда. Но я очень облизываюсь. И, может быть, вы сейчас видите, что у меня капают слюни прямо на них. Ну, что делать? Ну, все не возьмешь. Еще у Марины появился сервис новый «ЛФЗ». Посмотрите, какая интересная раскраска, роспись, орнамент, как это назвать, все перечислил. «ЛФЗ», видите? Я пока что не встречал такой раскрас, такой рисунок. Он вроде бы и яркий, в то же время сдержан. Очень такой, но для дачи шикарно. Лучшего варианта не придумаешь. Оловянная тарелка. Также у нее из новинок с лисой. Подвесная. Шкатулка. Также у нее появилась карельская береза. Ручная работа. А вы не представляете, как приятно держать ее в руках. Она, к тому же, еще и музыкальная. Ну, сейчас мы ее приоткроем. Ларец этот. А крышка не упадет? Нет. Слышно? Блин, а там музыка все-таки орет. Барабан был плох, барабанщик бог. Ну, а ты была вся лучу подстать. Так легка, что могла ты на барабане танцевать. Вот вам и барабанщик встретился на нашем пути. Статуэточка. Это у Юрия я подошел. Он стоит как раз рядом с Мариной. Товар у него разнообразный. Посмотрите, прям что-то все, прям все-все-все у него есть. И все красивое. И вот в середине тоже. Для любителей бордо. А можно я сюда посмотрю? Пожалуйста. Оскар. Как он правится? Шлигельмих. Висят шляпки. Соблазняют меня. Соблазняют. Что за чудо? Очень легкая статуэтка. Видимо, что-то современное. Такая счастливая, довольная. Что-то увидела. До боли родное. До встречи. Без этого не обойтись. Одними тропами ходим. Одна из королев здесь узнала меня. Посмотрите, какой подсвечник интересный. В форме птицы. Ну да, в форме птицы. А, у нее, по-моему, отломлен этот, клювик, клювик. Но симпатичный. Кстати, очень легкий. Вроде бы как из бронзы, но какая-то латунь, видимо, легкая. Кто из вас мне написал, спросил, можно ли приобрести эту спичечницу. Вот она пока что лежит. Наверное, надо мне взять у них телефончик, потому что у меня нету с ними связи. Вообще, нужно было бы даже ее себе взять, потому что она роскошная. Сейчас пока что не могу, но экземпляр редкий. Вообще залежала здесь эта спичница. Ой, вот эти милые, очень маленькие. Обожаю, обожаю. По-моему, три штучки подобные мне прислала из Бельгии Елена. Да, я уже их разместил. Они у меня заняли свои места. Несколько вариантов подобных спичечниц. Посмотрите, сюда вставлен коробок. 4200, если я не путаю, стоит. Какая необычная лопатка, посмотрите. Цветок. Цветок со 790. Стоит она 2400. Вот такие мелкие детали. Это значит, здесь должна стоять, по всей видимости, надпись, да, за столом. Кто сидит, где чье место. Ну, одна в единственном экземпляре. То есть, одна одна здесь всего лишь. Ну, хорошенькая. Германия. 5 штучек пашотниц здесь есть в наличии. Вот таких вот пташек. Кушать яйца. Вот они, видите, стоят, какие веселенькие. Ой, они даже, может быть, еще и с этой тарелкой идут. Точно не знаю, не могу сказать. Недавно на вернисаже, я вам показывал эти ручки. Нет, не на вернисаже, на тишинке. И у них вот этот экземпляр роскошнейший стоит. На змеевике, я так понимаю, ладья. очень тяжелая поднять ее очень сложно. Красиво. Он с копытцами, посмотрите. Видите, копытца у него. Какая прелесть. Какая прелесть. Помню, в самом начале, ой, вот это роскошь. Помню, в самом начале часто писали мне о том, что я лапаю. И тут недавно кто-то написал. Но это так смешно. Вы снимаете свои видео, и хотите лапаете, хотите нет. А на моем канале будет так, как я это вижу, так, как я это хочу. И потом нужно понимать своей головой, что я показываю вам товар в лучшем его ракурсе. Поэтому глупости писать не нужно. Или просто хочется людям неприятное что-то сделать. Красивые вещи. Красивые. Изобилие. Ой, как обожаю. Вот такие вот. Все мечтаю, но пока не приобрел. Какое-то чудо-конь, посмотрите. Что это за чудо такое? Тяжелый, металлический. Облака, белокрылые лошадки. Облака, что вы мчитесь без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста. С высока, а по небу прокатите нас облака. Хорошо, когда в голове есть песни под каждое... Просто все, что ты увидишь. Это, мне кажется, заслуга наших авторов известных. Песни, которые знает не только СССР, не только Россия, но и другие страны. И любят. Слушают и любят. Вот такая большая виноградина. Стекло мурана. Есть этикетка, посмотрите. Чудо из чудес. Чудес лежит здесь на столе. А эта ваза похожа очень на мою. Только моя даже масштабнее, повыше. Но это прекрасное. С этой стороны птица. Таха, стой. Малыш сидит. Красота. Кувшин тоже красивый. Ой, какой интересный предмет. Тоже здесь что-то... Какие-то пожертвования типа делать. Честно говоря, трогать это не хочу почему-то. Вот это как раз трогать не хочу. Накладки, по всей видимости. Ой, какая миниатюрная жандельерка. Какая миленькая с раскрасом. Редкая с раскрасом. Редко встречается. Сколько стоит, интересно. Цианика нету. И даже сохранилась внутри вот эта, ну, как ее назвать? Закладка. Подложка. Как ее еще назвать? Классная. Уже еще два варианта роскошных. Бисквитницы они называются. Все равно когда-нибудь приобрету. Как начну петь на большой эстраде. Как начну деньги зарабатывать. Представьте, какой флакон невероятный. 15 тысяч стоит. Царских времен. Аккуратерные часики. Вот они стоят как постаментики, видите, колонны. Три варианта на выбор. Какой бы вы себе взяли. Так, я сейчас подумаю, какой я возьму. Это вроде бы как в морском стиле каком-то. Но они все достойные. Ой, вот этот по-своему такой нежный, да, из-за округлости. А этот такой величественный. Ну, этот самый большой. Короче, сложно выбрать. Ну, наверное, вот этот я бы выбрал. Там с божеством. Ну, естественно, это декольный. Фарфор с деколью, крашеная латунь под покрытием. Две тарелочки есть в наличии. Понравились мне. Ну, и зелененький цвет ярненько смотрится. Германия подсказывает. И нравится то, что они парные. По краям повесить. Не знаю. Мне кажется, они больше кухонные. Или коридорные. Ой, а яблоко какое еще интересное здесь. Шкатулка. А яблочко сколько стоит? За полторы тоже распродаем. Это индийский латунь. А, это ладунь? Я вообще подумал, что это стекло. А, так сделано, видите? Смотрится, да. Как 3D. Шкатулка получается. Да. Ну, можно как сахарница, как для варенья. Это экологически чистый материал. Сюда можно все положить. Можно даже лед для льда. Ну, да, долго сохранить. Да. Полторы хотите, да? Да. Красивые. Смотрите, это какие-то, не знаю, упаковочные или что это. Вот здесь под белье, под какие-то, может быть, аксессуары. Вот, допустим, вот этот 900 рублей стоит небольшой. Как они называются? Здравствуйте. Это шнура, корзинки. А, корзинки, да, корзинки. А это для чего? Это лимончик. А, лимончик там, видите, основа, чтобы он не тек. Угу. Можно шляпы хранить. Сумки, видите, есть также из этого шнура. Сумка одна стоит 3500, например. Кстати, можно еще самим украсить. Обычно вот это купить, да, основу. И украсить уже кружевами, вот как там поясочек сделан. Или камнями. Или камнями. Или, да, много вариантов, чтобы украсить. Как основу можно приобрести. Ну, Ивана-Царевича надо показать. Меня же многие называют Иваном-Царевичем. Это кастли, вставленные вот в такие рамочки. Угу. Кто-то самостоятельно вставлял. Видите здесь? И здесь у нас серебряная копытца. Угу. Ну, у этих дам еще и красивые кружева различные. Вы видите, жабо, воротнички. Вот, интересно, галстучком, да? Вот это мне понравилось. У-у-у, капор вообще старинный, да. Сейчас спать. Угу. Ну, это для кино нужно. Да, да. Прям в кого-нибудь киношнику. Ну, мне вот этот понравился. Да, нежный. Очень тонкий батист. Угу. Там еще, по-моему, чёрненький. Чёрненький, да? Обязательно. Там можно отдохнуть на моем канале. Вот у них еще целый чемоданчик с различных и кружев, и наволочек, да? Всяких воротничков. Но мы сильно копаться не будем. Вот этот хорошенький, типа манжетика. Или как кармашек. Как кармашек, да. Барабан. Барабан. Даже если сердце пополам.